Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Константин Кириллов, председатель Рязанского отделения Союза театральных деятелей России и директор театра «Кукол». И Екатерина Волокжанина, заместитель председателя Рязанского отделения Союза театральных деятелей России и заместитель директора театра «Кукол». Практически скороговорка. Можно дальше работать. Потренировались. Здравствуйте! 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 В первую очередь хотелось бы поздравить вас. Завершился 8 октября театральный фестиваль «Зеркало сцены». Насколько я знаю, театр «Кукол» получил не одну награду. И хотелось бы, чтобы вы чуть подробнее рассказали, в каких номинациях театр «Кукол» был отмечен. Да, действительно, этот фестиваль, третий ежегодный премий «Региональная зеркало сцены» был для театра «Кукол» очень урожайным. Мы получили 6 наград. Вот эти замечательные статуэтки. Наш спектакль «Лафертовская маковница» признан лучшим спектаклем большой формы. Наш спектакль для детей «Маленькая ночная сиренада» признан лучшим спектаклем для детей. Плюс это еще номинация лучшей работы режиссера, лучшей работы художника-постановщика. Премия жюри композитору нашего театра Альбине Шестаковой за талантливую работу с русским фольклором. Премия художнику по свету Георгию Горозееву за постановку спектакля «Лафертовская маковница». Вот такое количество призов в этом году досталось театру «Кукол». Ну, насколько я знаю, вы же еще выступаете как организатор этого фестиваля. Расскажите, как фестиваль... Тут очень важно уточнить, что не театр «Кукол» выступает организаторами этого фестиваля, а то сейчас наши многоуважаемые зрители подумают, что ну вот, театр «Кукол» сам придумал этот фестиваль, а сам себе все награды, так сказать, собрал. Нет, организатором фестиваля и, так сказать, основателем фестиваля является Рязанское отделение Союза театральных деятелей, который я возглавляю, и где Екатерина мой заместитель. Это проект Рязанского отделения при поддержке, конечно же, Министерства культуры и туризма Рязанской области. Мы делаем этот проект. И вот есть высокое жюри. Каждый год это жюри меняется. В соответствии с положением о премии фестиваля ротация жюри должна быть не менее трех четвертей. И в этом году председателем жюри выступил Григорий Заславский, многоуважаемые критики Алла Шевелева, Галина Коваленко, Санкт-Петербург театральная академия и Андрей Хрипин. Каждый театр представляет на соискание премии, может выдвинуть два спектакля прошедшего театрального сезона и два спектакля может предложить правление Рязанского отделения Союза театральных деятелей. Вот в этом году девять спектаклей были в афише фестиваля. Ну и вот результаты фестиваля. 15 наград у нас было вручено. Три года назад, когда эта премия только учреждалась, не совсем мы представляли, как это все будет выглядеть. Вот сейчас уже спустя три года. Какие-то, может быть, изменения произошли? И как, в общем, прошел фестиваль именно этого года? Ну, существенно он не изменился по сути, да. То есть, правильно сказать, что театры выдвигают спектакли, но не выдвигают людей в номинациях. То есть, жюри смотрит спектакли и само определяет, есть ли по представленным нами списку номинаций люди достойны этих наград. И если они считают, что таких работ нет, они не присуждаются. И вот третий год показывает, что, наверное, это правильно. И награда действительно уже после первой премии обрела какой-то сразу такой серьезный вес у актеров среди театральных деятелей. В прямом их переносном смысле, потому что эта статуя точка весит 5 килограмм. И очень ценная, потому что это действительно профессиональная, очень объективная оценка жюри. Поскольку люди спектакли этих не видят, да, видят их первый раз. То есть, как вы сыграли в этот момент, как все сложилось, так они и оценивают. Тут есть свои плюсы, свои минусы, но это один из нюансов этой премии. По сути фестиваля, наверное, да, ничего у нас такого не изменилось. Единственное, что мы включали дополнительные сначала награды молодежи, потом их перенесли и вручаем их теперь молодым актерам на День театра, чтобы просто оставить только награды премии «Зеркало. Сценность», чем их не путая, не мешая. По церемонии, ну, стараемся как-то каждый год делать какие-то разные приятные сюрпризы. Артистам, прежде всего, поскольку они не участвуют в подготовке, это все делается прежде всего для них. И вот эта придуманная, кстати, Геннадьевич, красная дорожка, да, как бы это там ход очень известный и понятный, да, для театра, для кино, но для наших артистов. И первый год был достаточно сложный, ведь их в том, что зачем это нужно, и, ну, как-то сложный был этот процесс. Люди тоже так же, как и вы, наверное, не очень понимали, что их ждет. Но уже после первой дорожки, когда ты в лучах славы проходишь, тебя аплодируют зрители, к этому быстро привыкаешь, и все уже ее ждут. К хорошему быстро привыкаешь. Да, 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 и все уже ждут ее на протяжении года, чтобы красиво пройти, чтобы тебя поприветствовали, тебя узнали и так далее. И все ждут, ну, по крайней мере, по словам наших артистов, все ждут этого мероприятия, как праздника. Это самое главное, наверное, потому что... У нас сложилась замечательная команда, которая делает и фестиваль, и саму церемонию. Мы стараемся, чтобы это было ярко, интересно, креативно, театрально. Очень приятно слышать комментарии того же самого Григория Заславского, который говорит, я перестал ходить на церемонии там театральных премий «Золотая маска» или «Хрустальный турандот», потому что это скучно и неинтересно. То, что, говорит, делаете вы здесь, это просто, ну, Голливуд какой-то. Ну, так вот на такой... Так и по-скромному. По-скромному, да. Нам приятно, нам приятно, что зритель может... Это была изначально наша принципиальная позиция о том, что все наши служители театра должны находиться в зрительном зале, это должен быть праздник для них, и зритель должен находиться в зрительном зале вместе с артистами, сидеть рядом, плечом к плечу, после «Красной дорожки» иметь возможность сфотографироваться с артистами, взять автограф, благодарим театр драмы, который вмещает нас всех, который позволяет нам провести это мероприятие, очень сильно нам помогает. Ну, а «Красная дорожка», я всегда говорю, мы не изобретаем велосипед, мы просто берем велосипед, садимся на него и едем. Я еще хотела добавить, извините, Рен, что для меня, например, самое главное в этой премии – это атмосфера, которая есть, потому что все-таки на протяжении трех лет уже перед каждой церемонии нам удается, ну, по крайней мере, там на 98% сохранить интригу, кто получит. Конечно, мы знаем накануне, да, потому что мы принимаем протокол от жюри, и, да, ночь мы монтируем, это делаем, есть люди в команде, которые видят имена уже, да, на репетиции. Но по большому счету, люди, сидящие в зале, вот это вот волнение, которое царит, это невозможно никак подделать, и эмоции, когда называют артисты из твоего театра, и весь театр встает и аплодирует, то есть, ну, это бесценно. И нам еще важно, когда мы эту всю историю начинали, для нас крайне важно было таких вот три основных момента. Первый момент, то, что в качестве жюри будут люди высокого профессионального статуса театральных экспертов и критиков, никоим образом не имеющие отношения к нашему региону. Конечно, любое жюри, любое такое судейство, оно все равно субъективно, но, тем не менее, когда это эксперты такого уровня, то они и судить тебя будут, что называется, ну, по гамбургскому счету. Вот это один момент, и то, что это должно быть праздником для служителей всех театров, праздником для региона, для зрителя, чтобы наш рязанский зритель знал, что наши артисты, режиссеры, художники достойны такого праздника, достойны пройти по красной дорожке, потому что действительно у большого количества артистов наших рязанских театров есть свои поклонники, есть фанаты. И это очень здорово, когда все это видят. Ну вот если отойти от фестиваля, все-таки поговорить о коллективе вашего театра, вы ведь очень часто принимаете участие в разноплановых фестивалях, получаете награды. Вот для вас награда именно нашего фестиваля, получение вот именно этой премии, что значит? Ну, в первую очередь для нас это значит признание нашей работы высоким жюри, в первую очередь. Потому что, ну, да, действительно мы много ездим по фестивалям, но нельзя сказать, что на всех фестивалях жюри вот такого высокого уровня и статуса. Поэтому в первую очередь для нас важно, особенно вот в этом году, когда спектакли нашего театра стали лучшими спектаклями в обоих основных номинациях, тем более как спектакль большой формы, конечно же для нас это очень весомо и значимо. И если говорить о премии, сейчас уже о нашей рязанской премии говорит все театральное сообщество России, потому что мы, естественно, транслируем это в социальные сети, и весь Фейсбук переполнен. Вот 8-го числа мы буквально прошла церемония, и в 11 вечера мы сели в автобус и поехали на фестиваль в Москву, на Образцовский фестиваль. И встречаешься с коллегами, они уже тебе говорят о том, что, о, как круто мы все это видели, вы, как замечательно, мы вас поздравляем. Это приятно. Мы вас тоже от всей души поздравляем. Спасибо. Очень приятно, что ваш театр получил такое количество наград, но это неудивительно, потому что каждый сезон вы радуете и детей, и взрослых новыми постановками. Раз уж мы с вами встретились, может быть, немного расскажете о том, что же нас ждет в этом сезоне. Ну, вы будете первые, наверное, кому мы это расскажем. Вам в этом смысле повезло. Значит, сезон театральный начался. Фестиваль «Рязанские смотрины», который тоже с большим успехом прошел, и собралась замечательная, интересная программа фестиваля, в которой тоже все говорят, что это был просто подарок для театралов и для служителей театра увидеть вот такую афишу фестиваля. Впереди нас ждет премьера спектакля «Дюймовочка» на малую сцену, которую делает Валерий Николаевич Шацкий. Дальше новогодний спектакль, новогодние представления. В феврале месяце наш большой друг нашего театра, белорусский режиссер Олег Жубжда, приступает к постановке спектакля по пьесе Николая Васильевича Гоголя «Женитьба». И в апреле месяце состоится премьера этого спектакля. Конечно же, для нас этот сезон юбилейный, и в феврале месяце мы пригласим рязанцев и наших друзей, коллег, на наш юбилейный вечер. Нашему театру исполнилось 50 лет, 50-й театральный сезон. Это вот такие... А еще раньше к нам приезжает польский театр. 7-го и 28-го октября. Театр из Польши, театр анимации из города Познань. Да, чтобы не перепустить в очередной раз. Удивительные просто. Это один из ведущих театров Европы. Удивительные два спектакля. Это действительно уникальное событие будет для России. Гастроли этого театра. Никогда их не было в России. Это такие большие гастроли по трем городам. И поскольку мы в очень тесном контакте находимся с Мареком Вашкелем, это один из на сегодняшний день таких практиков, историков и аналитиков мирового театра кукол. То есть величина просто непререкаемая в кукольном сообществе мировом. Он художественный руководитель этого театра. Придумали такой проект. Это, значит, Рязань. Дальше они едут в Владимире, играют два спектакля. И Ярославль. Финансируется этот проект полностью польской стороной. У нас будет возможность увидеть два замечательных спектакля. Спектакль для семейного просмотра родителей с детьми. Это спектакль «Перелет», рассказывающий о жизни семьи Аистов. И как это важно, общение в семье родителей с своими детьми. И второй уникальнейший просто-напросто спектакль, авторский спектакль знаменитого режиссера Дуды Паевой. То есть Дуда Паева, ну можно говорить о том, что этот человек, этот режиссер работал над такими проектами, как открытие и закрытие Олимпийских игр. То есть это человек, который мир его фантазии, он просто безграничен. Уникальные куклы из уникального материала. Секрет этого материала, то есть он никому не открывает. Поэтому это будет замечательное действие. Спектакль называется «Забытые истории». Спектакль построен на славянском фольклоре и славянских таких мифах, сказаниях. С нетерпением будем ждать всего, о чем вы нам рассказали. Еще раз хотим вас от всей души поздравить и пожелать вам успехов в дальнейшем. Спасибо. Спасибо большое. Приходите в театр. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин